привет народ этот тостер и у нас сегодня три блендера bosch да как говорится бери bosch и и начинает делать смузи вот мы этим и займемся и не только смузи будем делать кстати что касается смузи то ребята из bosch тестировали вот эти свои блендеры это вообще bosch vita power так называется семейство так вот они тестировали и блендеры работали беспрерывно 100 часов и готовили ребята из bosch 10000 смузи мы конечно так долго так много готовить не будем но мы приготовили непростые испытания для этих блендеров ну и по ходу теста мы поймем как они со всем этим справятся кроме того я расскажу вам о том чем собственно они друг от друга отличается да ну вот не зря же здесь три блендера потому что один вот например он такой более доступный по цене другой подороже и 3 такой топчик да он еще дороже на тоже поймем в чем отличие что касается отличие это чуть позже мы поймем да по ходу видео но сначала про общие моменты давайте расскажу во первых все эти блендеры производятся в европе это европейская сборка на заводе bosch они делаются в словении это важный момент многие вот любят что было европейская и в принципе это кстати ну достаточно не характерно для нынешних времен потому что большая часть все таки малой бытовой техники до кукона и она вся собирается понятно где в китае и у bosch тоже есть китайские заводы но вот эти блендеры они европейской сборки у всех этих блендеров мощные моторы 1200 ватт и до 30 тысяч оборотов в минуту они дают до раскручиваются и я надеюсь что вот эти показатели это очень хорошие крутые показатели для стационарных таких бытовых блендеров что вот эти показатели они им помогут справиться с теми заданиями непростыми которые мы для них приготовили да ну посмотрим как это все будет еще один момент общий для всех этих трех блендеров это ножи ну во первых это ножи которые сделаны в германии не просто в германии они еще и сделаны в городе золенген это такое очень известное место для для тех для тех кто понимает да для знатоков место которое издревле скажем так славилась на своим производством ножей лезвий вот всего что связано с металлом а здесь даже стоит специальное клеймо золенген на и сами ножи они еще имеют но специально разработанную инженеры из bosch сели вот в кружок и разработали специальную форму ножей которая собственно вот эта форма именно такая ножей она помогает блендером но максимально эффективно и быстро справляться с переработкой самых разных продуктов это как раз то что нам предстоит проверить по ходу тест еще один момент который характерен на для всех трех модификаций всех трех моделей это особая форма чаши вот сами чаши они из разного материала здесь вот тритан такой прочный безопасный материал долговечный дальше здесь уже стекло да ну такое более более премиальное решение но вот именно сама форма этой чаши она а у всех одинаковая это сделано специально вот эти ребра они отталкивают продукты которые вы перерабатываете в сторону ножей да и поэтому переработка должна быть более эффективной вот момент вращения и так далее но это кстати все очень хорошо сейчас красиво выглядит красиво звучит но мы посмотрим как это все поможет блендером на справиться на практике с теми задачами которые мы для них приготовили начнем вот с этой модели она более доступная по цене да ну и такая немного попроще чем вот остальные которые здесь тоже представлены и смотрите давайте прямо несколько штрихов к портрету что называется этой модели здесь тритановая чаша и и плюс в том что она легкая на это легче чем например стекло кроме того нутритан очень прочный материал и он безопасный потому что здесь нет никаких бисфенолов не они с да вот в этом смысле на это вся история совершенно безопасная и он стойки там каким-то механическим повреждением царапина ну конечно если вы будете вот или направлено вот чем-то там царапать ключами ну извините а так вот если в быту в эксплуатации то в этом смысле вот он такой достаточно устойчивы к этим вещам на нож на вот тот самый то о чем мы говорили вот эти немецкие ножи из золенгена а вот в данном случае в этой модели он не съемные то есть вы будете его вот так вот мыть ну то есть это может быть чуть сложнее чем когда ножи съемные которые стоят вот в этих блендер мы до них еще дойдем да вот это кстати тоже история интересная эта безопасность то есть вы должны зафиксировать чашу зафиксировать кувшин иначе у вас ничего не включится ничего не будет работать на что касается объема то здесь полтора литра до 1500 миллилитров и вот опять же то о чем я говорил специальная форма специальные ребра вот здесь внутри которые но направляет продукты к ножам до чтобы переработка была более эффективна и занимала меньше времени ну вот как раз сейчас и проверим ну крышка вот здесь классика просто закрываете и все а здесь кстати на можно добавлять ингредиенты прямо во время работы и есть еще такая вот история которая одновременно еще и мерный стакан да здесь есть деление и очень простое управление здесь два две скорости минимальная максимальная и еще есть импульсный режим вот для тоже для пригодится для переработки продали вот там можно на импульсном режиме измельчать и так далее на еще один момент такой вот он на не бросается в глаза но он важный это здесь можно а провод хранить прямо в корпусе да то есть вы его там вытаскивается сколько вам нужно и и и используете а при хранении его убираете это важно потому что провод вечно мешается нам на маленькой кухне это может быть прям критично даже да ну и еще круто что здесь ножки прорезиненные настоящие присосочки такие да не вот просто какие такие резиновые а вот именно присоски то есть он хорошо так фиксируется прямо на столе и и так для миндального молока нам нужен миндаль мы прямо его весе и высыпаем я сразу скажу что я вообще не кулинар ну как я готовлю конечно что-то дома но мои кулинарные эксперименты особенно их результаты лучше никому не показывает да и вот и вот эти блендеры кстати я вижу первый раз я работаю с ними первый раз это важный момент тоже насколько просто насколько удобно все это будет человеку который вот новую только купил только досталось коробки так наливаем немного воды вот прям сразу вот так сделаем да я думаю что поскольку продукт довольно твердые орехи да то мы будем перерабатывать их на скорости побольше поехали вот у нас получается такая густая уже смесь и чтобы получилось молоко мы наверное дольем еще воду вот вообще я его не держу не прикасаясь к нему руками он никуда не дерзает не переворачиваясь от ничего я прям не скажу что я глохну от него ну нет конечно слышно но вот не ужас-ужас заглянул посмотрю что здесь мне кажется даже можно еще водички вот чтобы больше молока было кремообразная получилась такая масса я уже в пульсе в вымпульсном режиме работаю мне кажется уже достаточно будем смотреть что получилось в принципе в идеале конечно перед тем как пробовать употреблять пищу молоко миндальное нужно процедить но мы сейчас прям так на проб я очень хочу уже и очень люблю поэтому очень круто пахнет вот настоящее миндальное молоко это вам не из пакета знаете вкусно но на самом деле сюда конечно можно еще что-то добавляет так выходит хотите сахар добавляется да если вот не зошу вас хотите еще что-то в общем экспериментировать можно но само миндальное молоко очень круто и очень качественно следующая модель я напомню мы тестируем и блендеры bosch vita power семейства и главное отличие да вот от этой модели ну тут прежде всего уже стеклянный кувшин стеклянная чаша да в чем здесь преимущество но это позволяет уже готовить прямо супер горячие какие-то суп и крем-суп суп-бюре да потому что здесь все таки ограничение 80 градусов здесь уже таких ограничений нет то есть можно прямо вот с пылу с жару самые горячие продукты сюда здесь перерабатывать по объему чаши одинаковые да и та же история здесь вот с этими ребрами которые позволяют продуктам перемещаться ближе к ножам да и вот максимально эффективно их перерабатывать и время уменьшается переработки она же и ну конечно же немецкий из золенгена и здесь еще очень важное отличие это система которая позволяет вот так вот просто вынуть нож и его помыть в принципе все это можно мыть в посудомоечной машине вот этот нож тоже но я бы наверное рекомендовал аккуратно за ним вот так вручную ухаживать там где-то протереть где-то может быть с моющим средством помыть потому что все таки посудомоечных машинах когда вы моете такие вещи это может ну несколько быстрее чем нужно затупиться так что здесь я бы вот так рекомендовал ну и все это достаточно просто вставляется обратно и устанавливается сюда тоже вся эта система фиксации есть да и кроме того здесь еще в комплекте есть дополнительные аксессуары вот это на толкатель на него обращая внимание я думаю что он нам сейчас пригодится потому что мы будем готовить арахисовую пасту и есть еще а вот такая бутылочка голода то есть вы можете с ее помощью собственно приготовить смузи какой-нибудь напиток до установив ее сюда и дальше вы уже просто когда все готово вы меняете крышку таким образом и берете ее с собой хоть спортзал хоть на прогулку хоть на пробежку но мы эту бутылочку будем использовать но чуть позже уже вот в работе с самой такой премиальной моделью а пока у нас на повестке дня арахисовая паста арахис мы предварительно обжарили вообще а если вы почитаете вот в интернете где-то рецепты да то как правило там приготовление вот арахисовой пасты обязательный ингредиент это масло мы сначала тоже хотели готовить маслом но ребята из bosch нам потом сказали что они не стоп 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 а давайте попробуем приготовить без масла сказали что но вы чего вы вообще вы правда уверены в этом и да мы уверены все все окей будет ладно ребят если вы уверены что не добавляя моста то тогда не добавляем это не масло это мед добавляем немного меда суда еще красивый кадр я первый раз готовлю арахисовую пасту да и медаль молоко честно говоря 1 раз готовил и первый раз вижу эти блендеры и первый раз вижу камеры где где этот микрофон немножко прямо чуть-чуть совсем соли вот так то есть щепотку по вкусу можно сказать ну и дальше я вообще не знаю что же будет происходить потому что блендере вообще практически нет жидких ингредиентов если можно так мед назвать когда это жидкий ингредиент ну давайте давайте пробовать итак поехали я так сначала осторожно а если на максимум вот сейчас нам пригодится толкатель здесь толкатель сделан так чтобы можно было вот поскребать со стенок то что налипает при этом а толкатель так сделан что но вы его не испортите ножом он до ножа не достает слушайте на самом деле я честно говоря вот в определенный момент засомневался мне показалось что сейчас что-то быть не то и вот как а вот на самом деле так вот идет время и и что-то происходит у нас получается паста сейчас еще поработаем я его не держу да вот даже вот так можно работать он не не дёрзает я думаю что уже можно выключать и честно говоря я прямо мега удивлен я думал это будет такая прямо сложная задача но она была непростой то есть блендер так хорошо поработал но мне кажется что вот в итоге то мы приготовили то что нам нужно арахисовую пасту совсем без добавления масла вот такая вот у нас история получилась сразу после приготовления в блендере он немного дымится вот паста сама но она так нагрелась конечно да потому что долго мы перерабатывали и понятно что тут сухие продукты практически вот она паста ребят это правда паста я даже позволю себе попробовать ее всю ложку не съем конечно немного ребят это очень вкусно это самая вкусная арахисовая паста которую я по-моему в жизни вообще ел я ее еще и сам приготовил и на по консистенции она однородная здесь нет каких-то таких больших комков вообще ничего такого нет ну хотите можно еще бы перерабатывать там если если вам не нравится хочется еще более жидкое что-то да но вот как паста вот именно вот именно она и получилось именно паста так что здесь прям зачет блендеру так ну и следующий блендер из семейства bosch vita power это уже топчик такой он подороже ему здесь бросается в глаза сразу что корпус из нержавеющей стали вот там все-таки были пластиковые корпуса здесь уже нержавейка ну и тут вот все то же самое в контексте ножей немецкие золинген да там сделаны тоже 1200 ватт мощность мотора 30000 оборотов раскручивает до максимум вот эти все характеристики они совпадают а тоже здесь съемные съемные вот этот вот блок с ножами как и в предыдущем блендере на что касается отличий то здесь более продвинутая вот система безопасности да здесь еще с крышкой связан такая история что если крышка неправильно установлена или ее там вообще нет а то блендер у вас не включится и вот здесь есть такой фиксатор когда здесь зеленым зеленый цвет это означает что все окей все верно можно работать если красный знаете что-то не так значит блендер у вас не заработает на и а здесь еще отличается управление да потому что вот на первый взгляд она такое же вот этот поворотный регулятор на самом деле это не совсем так здесь все плавная регулировка мощности от минимума к максимуму то есть вот у вот этих двух моделей здесь просто минимум и максимум до имеется ввиду скорости работы интенсивность здесь вы можете от минимума до максимума вести и у вас скорость будет меняться такая более тонкая подстройка под вашу ситуацию потому что бывает что максимума много а минимум как-то маловато хочешь что-то среднее вот здесь это можно сделать именно при переработке продуктов ну импульсный режим тоже есть кроме того здесь есть еще автоматические программы эта программа для смузи для колки льда и еще автоочистка и я вам открою страшную тайну все три эти авто программы мы сейчас попробуем да вы это все тоже есть комплекте стаканчик to go с отдельным ножом тоже немецким тоже из золенгена ну и толкатель со стаканчика мы поработаем а толкатель но не знаю наверное вот в этих рецептов нам не пригодится мы сейчас будем делать смузи и используем автоматическую программу для смузи здесь тоже стеклянный кувшин и тоже вот эти вот ребра которые специально сделаны так чтобы продукты подавались центру к ножам чтобы они быстрее более эффективная перерабатывались так что касается ингредиентов то мы берем замороженную малину это именно замороженный я готова блендеры будет сложнее дальше у нас бананы такие из морозилки лимонный сок и мед и финализируем все тем самым миндальным молоком которое мы приготовили вот с помощью вот этого блендера кстати мы его процедили уже такое уже пожиже получилось и наливаем конечно кто-то наливает как я закрываем крышку чтобы у нас все заработало появился зеленый индикатор значит можно включать ну что отключаем автоматическую программу для смузи и смотрим что будет происходить вот так блендер перемешивает не сразу за один раз а вот так как-то специальный алгоритм мы дождемся окончания программы раз программа автоматическая пусть будет полностью автоматическое приготовление да все блендер выключился не горит уже вот этот красненький индикатор программы смузи это означает что она закончена ну и нам остается только одно нам остается попробовать смузи который получился здесь кстати вот еще один момент здесь есть специальный носик вот прямо в крышке для того чтобы удобно наливать что-то в стакан не нужно открывать крышку это необязательно сейчас проверим как это работает работает ребята слушайте ну мне вы час опять придется закатить глаза от восторга потому что это тоже очень вкусно реально что касается косточек вот этих маленьких от малины ну чуть-чуть есть прям немножко да но они вот не мешают как-то не портят вкус но если хотите просто еще включается тогда и у вас все перерабатывается до конца так зачет за автоматическую программу смузи но после смузи давайте-ка мы еще проверим автопрограмму для льда мду и смысл в том что у вас есть какие-то большие кубики льда вот как у нас вот такие вода и вы их наступает сюда и измельчаете потому что для коктейлей всяких разных других целей часто нужно нужно такая ледяная крошка мы сейчас вот это все и проверим так нажимаем запускаем программу а из каш специальный алгоритм чтобы кусочки перемешивали так мы смотрим что у нас по окончании программы здесь получилось покажу вам это вот крошку вот она я скажу так здесь кое-какие кусочки еще остались такие покрупнее да ну то есть можно доработать еще с помощью пульс режима а так принципе вот ледяная крошка она у нас вполне получилось так что коктейльчик все дела тоже с этим блендером все это можно делать так ну пока мы используем кувшин еще пока мы не перешли вот к этому стаканчику здесь еще есть программа clean это автоочистка да но имеется ввиду что на происходит очистка вот каких-то на присохших там остатков продуктов да вот именно на для этого для этого нужно немного воды налить там где-то миллилитров 700 750 и буквально капельку моющего средства ну парочку можно ну дальше закрываете все это и соответственно у вас включается режим клины происходит очистка блендера вот таким интересным образом мощно мощно так работает все программа кончилась ну слушайте я не знаю у нас конечно не было там никаких присохших остатков пищи но мне кажется вот в таком режиме вполне себе многое может вот от стенок отлипнуть что называется ну и дальше как я обещал мы протестируем это вот бутылочку или стаканчик ты голода когда вы делаете прямо здесь коктейль или смузи но мы в данном случае смузи сделаем и берете с собой значит он вот у нас ингредиенты сейчас посмотрим много бананчиков клубника у нас замороженная что собственно несколько усложнить задачу плюс есть мороженое я прям чувствую себя мега повара вот человек который редко готовит да сейчас москве разбит и заказал еду и все сейчас прям на съемках вот люблю почувствовать себя мега поваром так вот это все молока еще сюда это обычное молоко не миндальная ну и дальше у нас вот такая история мы закручиваем вот этот вот нож это тоже немецкие ножи из золенгена если что если кто-то позабыл об этом вот у кстати легко да заметили я прямо с первого раза у меня обычно проблемы с этим вот в пазы о рите не 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 неправильная программа вот у нас программа смузи вот мы сейчас ее используем ну ладно уже поехали да поехали ну точно здесь все перемололось перемешалось не забыл все таки блендер автоматически выключится ну и дальше тоже метаморфоза происходит надеваем крышку и все дальше вот эту бутылочку можно куда угодно с собой брать но конечно я попробую что у нас там получилось класс никаких претензий очень вкусно ну что как я люблю говорить вы все видели сами мы мне кажется реально все на круто очень показали и вот что касается блендеров я огорчен я огорчен и расстроен тех что мне особо не к чему придраться ну правда люблю иногда попридираться техники что-то неудобно что-то как-то не получилось а здесь к чему придерешься ну разве что может быть кому-то пока покажутся там некоторые модели дороговатыми в частности вот топчик но это уж извините по возможностям тем более что как вы понимаете здесь есть разные варианты по ценам и на и на все блендеры даже вот самый доступный идеально справились теми задачами которые мы перед ним поставили я еще раз напомню все самое главное о них эти блендеры на собираются в европе это завод bosch в словении на они все мощные такая хорошая мощность 1200 ватт здесь во всех троих стоят эти моторы до 30000 оборотов в минуту они разгоняются на что как вы видели служит вот реально быстрой и эффективной переработки продуктов особенно конечно вот эта история с арахисовой пастой меня прямо вдохновила и впечатлило на так что прямо зачет зачет все остальное включая и миндальное молоко и разные смузи нас тоже нормально получилось мне не было как там с ними сложно да я надеюсь что вот эти вот специально разработанные чаши когда продукты у вас подаются именно к ножам и вот эти сами ножи немецкие которые были созданы в золенгене они тоже всему этому помогли да вот этому финальному результату так что зачет всем трем блендером и в этом видео мы попытались показать разницу между менее дорогими моделями и более дорогими моделями я думаю у нас это получилось вам то собственно осталось только выбрать какой блендер подходит вам пишите кстати об этом в комментариях ну и вообще рассказывайте о вашем опыте использования блендера это были сразу три блендера bosch vita power на тесте у нас на канале тостер подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии но мы пойдем уничтожать всю эту вкусноту пока